Эта картина копия, но это копия авторская, копия картины, то есть это сам Нестеров делал копию своей картины. Вообще у Нестерова очень интересовала фигура Сергия Радонежского, основателя Троицкого монастыря. Тем более, в жизни. Да, очень такой яркой личности. Ему несколько полотен Нестерова посвящено именно Сергию Радонежскому. Вот когда он писал картину о юности Сергия, ему очень хотелось найти пейзаж, характерный для средней полосы России. И вот именно такой пейзаж он нашел здесь, в Абрамцево. И самого отрока он писал с девочкой, которую встретил в окрестностях Ходькова. Так что вот создание этой картины тоже связано с Абрамцевым. В этой комнате не раз бывал писатель Тургенев. Ему повезло. Он застал как первого знаменитого хозяина усадьбы, Аксакова, так и второго, Мамонтова. Здесь вот Иван Сергеевич Тургенев, который молодым человеком бывал у Аксаковых, а уже пожилым человеком он приезжает сюда к Мамонтовым. И вот здесь его принимали в этой столовой Абрамцевского дома. И он вспоминал, как они со стариком Аксаковым бродили по дорожкам Абрамцевского парка. И как ему все это было приятно, эти воспоминания. Вообще раньше дом кончался этой комнатой. Потом, ну поскольку и семья большая, и гостей много, и идей много, Исав Иванович делает пристройку. И вот там это был как бы зал, где делались домашние спектакли. Вот мы сейчас с вами туда пройдем. В этой комнате ставились домашние спектакли. Их инициатором был неутомимый Савва Иванович Мамонтов. Он сам писал пьесы и с удовольствием играл в постановках. И, пожалуй, впервые художники-декораторы благодаря Мамонтову приобретают важное значение для театра. И именно вот в театре Мамонтова стали делать с костюма соответствующие эпохи, характеру лица, которого играли, и декорации тоже соответствующей времени, стране, в которой происходило действие. Ну и спектакли были разные, шутливые, серьезные. Вот вы видите афишу спектакля «Черный тюрбан». Это «Кровавая быль», да. И вот само название, вы видите, такое зеркальное отражение. Вот в нем с удовольствием тоже все играли, с фантазией. Очень любил играть в этих спектаклях «Юный серов». И даже там был такой эпизод, когда его мать приехала в Абрамцево, и она что-то запоздала, и пришла, уже представление начиналось, и она говорит Елизавете Григорьевне, какая же у вас балерина замечательная, что это за девочка? Елизавета Григорьевна здесь смеется, что же вы не узнали, это же ваш Тоша. Так что вот так умел Серов преображаться. То есть театр начинается с декораций, с афишей. Да, да, и с афишей. Ну и самым, пожалуй, ну спектаклей было много, но самым вот таким, я бы сказала, выдающимся спектаклем стала Снегурочка Островского, который декорацией и костюмы к этому спектаклю делал Виктор Михайлович Васнецов. И сам он, как он говорил, под вдохновляющим деспотизмом Савы Ивановича играл роль Деда Мороза. И вот своей высокой худой фигурой, окоющим говором, он действительно производил впечатление настоящего хозяина русской зимы. Смотрите далее. Как справлялись со стиркой русские женщины задолго до появления стиральных машин. Или вот посмотрите, вот это рубеля и вальки, которыми раньше стирали и гладили бельё. И новые идеи для декорирования на вооружение современным дизайнерам. Ну, а чтобы украсить стены дома, потом, когда заканчивала мастерица работа, она вешала на стену и была как бы картина. Кто бы мог подумать, что мелкой можно украшать стены. Можно украшать стены. С конца 70-х годов 19-го столетия художники подолгу жили в Абрамцево. Здесь пишутся самые известные картины Репина, Воснецова, Серова, Нестерова. Но деятельность мамонтовского кружка вовсе не ограничивалась изобразительным искусством. Участники кружка создали один из первых музеев произведений русского народного искусства. Абрамцевские мастерские положили начало возрождению и развитию старинных ремёсел, резьбы по дереву и производство майолики. На территории Абрамцево появляются здания в традиционном русском стиле. Кухня построена в 1870 году на месте старой оксаковской кухни. Первоначально служила жилым помещением, пока не был отремонтирован и перестроен усадебный дом. Сейчас мы там показываем коллекцию народного крестьянского быта, которую Григорьевна и художники собирали по деревням. Очень интересная коллекция. И на основе этой коллекции потом делались изделия Абрамцевской мастерской. Сейчас в кухне хранится коллекция произведений русского народного искусства, собранная участниками мамонтовского художественного кружка и дополненная в 20-м столетии. Посмотрите, причём какая кропотливая работа, какая роспись, как всё это вырезано замечательно. Ну и здесь вы видите, как вы думаете, что это такое? Вот что это за коробочки, как вы думаете? Я боюсь даже предположить. Это соломки. Знаете, у меня было так. Я побоялась, если честно. Это, но напрасно вы побоялись. Слишком они крупные, это соломки. Или вот посмотрите, вот это рубеля и вальки, которыми раньше стирали и гладили бельё. И тоже посмотрите, насколько они красивы. Как они изрезаны красивы. Как это всё, ведь это же очень тонкая, замечательная работа. Вот, да, да, вы совершенно правы. А сейчас я загадаю вам загадку. Как вы думаете, что это такое? Дайте вот это смелее теперь. Будьте смелее. Кочерва. Неправильно, неправильный ответ. Это светец. Сюда вставлялись лучинки. Ну, понятно, тогда не то, что электричество, свечек не было. И вот эти лучинки, и специально подставлялась вода, чтобы там, ну, не падали искры на пол. Человек современный, что смеется? Да. Ну, и пообратите внимание на этот замечательный сундук. Это сундук для приданого. То есть сейчас замуж выскочить можно и без приданого. А тогда так это дело не проходило. И вот девушка с юных лет, она начинала заботиться о своем приданом, вот, который укладывалось в такой сундук. О таких сундуках современные женщины, наверное, уже и не мечтают. Хотя что стоит вернуться к истокам, вспомнить традиции народного творчества и разбавить, скажем, современный интерьер городской квартиры вот таким вот чудным предметом. Кстати, эклектика была в моде всегда. Усадьба Абрамцева – это довольно яркий образец эклектичной архитектуры. На что я обратила внимание, что здесь, на территории Абрамцева, можно познакомиться с разными стилями архитектурными. Вот это вот образец среднерусской избы, например, очень яркий. Усадьба в том совершенно другом. Да, вы совершенно правы, потому что вот Абрамцева, я и говорю, оно интересно по-разному. И архитектурой, и литературой, и художниками. Ну, всё, каждый может найти здесь что-то для себя. Ну, вот прежде всего Абрамцевский дом. Это сейчас один из немногих очень сохранившихся памятников архитектуры. Это где-то конец XVIII века. Очень характерные такие были дома с мезонином. Мезонин – вот это вот, как бы второй этаж. Для небогатых или, как тогда говорили, среднепоместных дворян. И вот описание такого дома вы можете встретить и в романе «Тургенево. Дворянское гнездо». Вот Чехов, например, когда он делал ремарки к вишневой постановке «Вишневого сада», он тоже отмечает, что хотелось бы, чтобы дом выглядел, как у Аксаковых в Абрамцеве. То есть вот это я к тому, что насколько он очень, была очень общепринята вот такая архитектура дома. То есть образец для многих. Да, да. Ну и вот он сейчас сохранился. Я уже говорила, что это не новоделы, это действительно старый дом. Дом немориальный, не хочется возвращаться, потому что у нас уже еще одна замечательная постройка, которая мы направляемся. Мы знакомимся еще с одним очень интересным строением. Это образец архитектуры, который их немножко так, ну, язвительно называли Ля-Рюс. Наверное, не совсем справедливо. Псевдо-Рюс. Да. Но этот стиль был очень популярен в конце 19 века. Вот здание исторического музея. Продолжение следует...